У нас было однажды с женой свидетельство, когда мы были еще вообще никому неизвестными пасторами, у нас в церкви было где-то 8-9 человек, мы как-то приютили одного человека, у которого были там проблемы определенные семейные, и приютили в церкви, и мы сидели просто общались с этим человеком, и у нас в процессе разговора у нее возникает такой вопрос, она говорит, слушайте, а на какую сумму у вас сейчас есть кредиты? И мы называем, сумма тогда была где-то 200 тысяч, это было несколько кредитов, которые мы платили, и тогда этот человек говорит, я хочу вам эти деньги дать, я помню, мы сидели, и мы не могли поверить ушам, для нас это было как что-то нереальное, но этот человек действительно достал 200 тысяч рублей, мы даже подумать не могли, что у этого человека могут быть такие деньги с собой, и она нас просто благословила, мы пошли и закрыли все кредиты. Но это же тоже сверхъестественно. Это сверхъестественно, ну, это сверхъестественно в том плане, что это пришло от Бога, это Бог благословил. Да, и вы знаете, просто знаете этих людей, как в том случае, он не знал, откуда пришли финансы. Аман, и также Господь может просто дать вам бизнес, и вы просто пойдете, заработаете, закроете. Давайте помолимся. Халилюя. Господь, это Татьяна, Господь, мы просим Тебя, дай мудрости, дай крепости, Господь, прямо сейчас, пусть всякий страх перед этим бременем он уйдет. Это бремя, когда давят кредиты. Дай ей силы, Господь, стоять в этом бремене. Не упасть духом, остаться в вере, и пусть твои источники откроются, Отец. Папочка, твои источники, пусть они потекут сверхъестественным путем, естественным путем. Ты знаешь как, но пусть эти кредиты будут закрыты, и пусть это будет свидетельством твоей славы, чтобы мы не сомневались, что это ты, Господь. Еве это знамение, пожалуйста, Отец, во имя Сына твоего Иисуса Христа, пусть он будет прославлен. Я сейчас чувствую в духе, что вот за эту тему сейчас еще помолиться, потому что это не, не думаю, что это одна нужда. Сейчас кризис, люди теряют работу, и скорее всего, у меня в духе, что это какая-то распространенная проблема. И пусть Бог высвобождает сейчас эту силу. Пастор Женя, помолись, пожалуйста. Я хочу сейчас, знаете, за кого помолиться? Есть такая категория людей среди вас, кто нас слышит. Вы для того, чтобы платить кредиты, вы начали занимать деньги. И у меня сейчас в сердце есть вот это желание, я уверен, что это от Духа Святого пришло, помолиться за чудеса для вас. У вас есть кредиты, и вы не можете их платить, и вы начали занимать деньги. То есть сумма ваших долгов, она увеличивается. Дух Святой, я прошу тебя, пусть твоя сила сейчас прикоснется к этим ситуациям. Иисус, ты обнищал, чтобы мы обогатились. Ты приходил, умер и воскрес для того, чтобы мы имели жизнь с избытком, а не жизнь в постоянных долгах, нервах и мучениях. Поэтому я молюсь сейчас по твоему слову, чтобы этот избыток во имя Иисуса Христа пришел в жизнь моих братьев и сестер. Тех, кто слышит нас сейчас, примите это, примите эти чудеса. Примите это сверхъестественное обеспечение. Примите деньги от Бога во имя Иисуса. Пусть сверхъестественно вам прощают эти долги. Пусть сверхъестественно кредиты будут покрыты. Мы говорим чудеса с деньгами. Наполните жизнь детей Бога во имя Иисуса. Мы благословляем вас. Благословляем вас миром, покоем. Доверяйте Иисусу. Финансы приходят. Деньги приходят. Аминь. Присылай свои молитвенные просьбы и свидетельства. Мы верим, что ты готов к духовному прорыву. Позволь Господу благословить твою жизнь.